всем привет друзья с вами как всегда александр и вновь мы провели опрос в нашем сообществе на ютюбе и в данном опросе победил вариант сравнения redmi note 7 с meizu 15 что ж вы просили получите я лишь замечу для тех кто голосовал за другой вариант ни в коем случае не расстраивайтесь это не последнее сравнение redmi note 7 с другими моделями на канале ну а я свою очередь не буду затягивать и давайте сразу переходим к распаковке поехали и давайте сегодня пожалуй начнем с redmi note 7 берем ножичек и вскрываем упаковку открываем коробку первым делом в коробке мы видим конверт посмотрим что внутри а внутри мы видим ключ для извлечения sim карты или набор макулатуры небольшой и уже традиционный халявный бампер от сиоми далее в коробке сам смартфон сегодня модель у нас представлена в свете space black ну или просто черный глянцевый черный и ниже под смартфоном мы можем обнаружить зарядное устройство и кабель usb type-c далее у нас на очереди meizu 15 открываем коробку сегодня модель у нас для китайского рынка но сразу скажу она с глобальной прошивкой смотрим коробки сам смартфон нас встречает модель на сегодня в цвете gold смотрим далее далее у нас также небольшой конверт коробочка здесь мы можем обнаружить карту веб-клиента по всей видимости для китайского рынка в данном случае кабель usb type-c также более скромный набор макулатуры еще одна коробка ну или конверт открываем здесь у нас располагается зарядное устройство и ключ также для извлечения сим-карты продолжаем далее вкратце о характеристиках опять же не буду утомлять вас перечислением характеристик все основные характеристики вывожу вам на экран и так справа характеристики redmi note 7 слева характеристики meizu 15 замечу лишь то что сегодняшние модели у нас представлены redmi note 7 объемом оперативной памяти 4 гигабайта и объемом встроенной памяти 64 гигабайта мы из у 15 в свою очередь представлен объемом оперативной памяти 4 гигабайта и объемом встроенной памяти 128 гигабайт теперь можем перейти к сравнению смартфонов внешне посмотрим на них поближе на левой боковой панели на redmi note 7 располагается лоток под сим-карту напомню он совмещенный можно установить либо две сим-карты либо одну сим-карту и карту памяти и на meizu 15 качелька громкости на верхнем торце на meizu 15 микрофон шумоподавления и на redmi note 7 вход под наушники 3.5 миллиметра микрофон шумоподавления и инфракрасный порт на правой боковой панели на meizu 15 лоток под сим-карты напомню в данном случае можно установить только лишь две сим-карты и на redmi note 7 кнопка питания и качелька громкости нижнем торце почти все одинаково за исключением того что на meizu 15 вход под наушники здесь располагается микрофон порт usb tfc и динамик на redmi note 7 микрофон usb tfc порт и также динамик и на задней крышке на meizu 15 основная камера вспышка и на redmi note 7 сканер отпечатка пальцев и основная камера также со вспышкой и несколько слов об эргономике несмотря на то что модели несколько праздные по габаритам тем не менее мне одинаково удобно и комфортно пользоваться обеими моделями углы у них не острые руку сильно не давят как на meizu 15 так и на redmi note 7 теперь давайте запустим оба смартфона начинаем с meizu 15 и то же самое проделаем с redmi note 7 теперь стартуем запускаем оба смартфона одновременно на счет три раз два три и пока смартфоны запускаются ли те кто этого еще не сделал если данное видео вам сегодня понравится не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик чтобы не пропустить новый ролик на канале и не забывайте про мою группу вконтакте и инстаграм все ссылки в описании и так как выйти чуть раньше запустился meizu 15 и чуть позже redmi note 7 теперь давайте перейдем к сравнению дисплеев оба дисплея замечу выключена максимальную яркость и автояркость соответственно отключена но для того чтобы сравнение дисплеев было более корректно давайте выключим свет теперь можем сравнить дисплей напомню на meizu 15 super amoled дисплей и на redmi note 7 ips дисплей итак смотрим углы начинаем с левой стороны смотрим углы теперь посмотрим с правой стороны под большим углом посмотрим снизу на углы точно также посмотрим сверху прошу прощения за тряску крайне неудобно держать смартфоны на вытянутых руках теперь давайте сравним белый цвет все-таки разные типы дисплеев пообедимой отзывы посмотрим на белый цвет повнимательнее открываем игры поменяем на змейку и смотрим на белый цвет и для полноты теста давайте сравним уже и черный цвет все просто делается закрываю камеру пальцами и делаю снимок и сравниваем черный цвет и там и там и перед началом тестов в самом начале смотрим заряд аккумулятора и посмотрим какой заряд аккумулятор останется в конце после обзора и так на meizu 15 52 процента и на redmi note 7 59 процентов об автономности также выскажусь в конце данного ролика поэтому оставайтесь с нами до конца и перед тем как приступить к тестам проверяем актуальность прошивки на данный момент в режиме онлайн нажимаем ждем и как мы видим и там и там установлены самые последние обновления итак начинаем тестирование с проверки звука напомню meizu 15 может похвастаться стереодинамиками а также встроенным цапом и аудио чипом но как говорят некоторые это не точно я точно или точно у редми note 7 свою очередь обычный монодинамик и так слушаем композицию начинаем с meizu 15 и тот же отрезок композиции redmi note 7 как мне показалось на meizu 15 чуть больше высоких и средних частот и на redmi note 7 чуть больше басов это можно сказать и о звуке из динамиков и о звуке в наушниках теперь переходим к синтетике так запускаем для начала тест antutu запускаем одновременно на счет три раз два три и по завершению теста у нас следующий результат большим отрывом вперед выходит redmi note 7 видимо все дело в прошивке а мы продолжаем синтетикой на очереди у нас тест geekbench запускаем его также одновременно раз два три и по завершению теста результат несколько разница в сингл корр вперед выходит redmi note 7 мультикор вперед выходит meizu 15 и последний на сегодня синтетический тест andro bench также запустим одновременно раз два три и в andro bench по всем фронтам вперед выходит redmi note 7 с бенчмарками все теперь переходим к играм запускаем одновременно папк на обеих моделях еще три раз два три чуть чуть раньше meizu 15 что же давайте с него начнем перед игрой как всегда смотрим настройки графики настройки здесь сейчас максимально доступные проверяем больше не дает поставить смотрим чуть ниже от фоны с таким железом папке в целом чувствует себя в принципе очень хорошо давайте поводим быстро камера и посмотрим по ощущениям примерно в игре так сейчас стреляет по нам минутку иди туда мерзавит негодяй как можем продолжить по ощущениям в игре примерно 45 55 fps бывает конечно просадки небольшие но они не критичны эти дабы не быть голословным приколхозил сюда вот градусник у меня есть вот такой пока что на этом давайте посмотрим как подрастет температура сейчас смартфон более чем пять минут в игре находится и мы видим что что на датчике мы видим 36 градусов немножко еще побегаем и посмотрим сколько температура подымется могу отдать еще один плюс в копилку meizu 15 за счет стереодинамиков позиционирование здесь также хорошее даже если вы играете без наушников и примерно за 10 минут игры температура у нас выросла до 39 градусов конечно же если играть часами как мне некоторые писали может быть вас температура будет чуть выше но тем не менее это не критично переходим теперь к редми ноте смотрим настройки на редми ноте и графика здесь точно на таких же настройках единственное здесь закругленную глупость что могу сказать по ощущениям те же примерно 55 45 fps тоже случаются иногда просадки смотрим на градусник пока температура растет 35 и 8 сейчас в игре в общей сложности я нахожусь уже примерно минут пять играем тоже примерно количество времени минут десять из плюсов копилку редми ноте могу отдать большую диагональ более удобно играть больше обзор этим временем за более короткое время температура уже такая же как на meizu 15 ну что же за примерно те же 10 минут температура у нас приблизилась к 40 градусам но опять же я не могу сказать что это критично во время перейти к следующей игре следующая игра у нас на очереди танки уже по традиции также запустим одновременно 1 2 3 даже чуть чуть быстрее meizu 15 всегда показываю вам настройки настройки у нас все на высоко 16x текстуры на максимум сразу скажу hd текстуры я не качаю так бой стартовал смотрим на счетчик fps он нам показывает 60 смартфоны греются в танках чуть меньше чем папке поэтому не вижу смысла ставить счетчик принципе танках традиционно все хорошо с fps практически всегда fps держится на 60 иногда конечно случается просадки 40 до 45 но опять же это не критично на игру сильно не влияет этому можем перейти на редминот 7 и посмотрим какой результат там будет и так вернулись на ту же карту редминот 7 смотрим fps не видно переворачиваем 54 но здесь по нам постреляют цель на всем точно также станками все прекрасно фпс вот вернулся в прежнее русло 56 58 но в целом наверно с играми вам понятно проблем особых самым популярными играми нет если вы знаете где могут быть проблемы с данным процессорами видеопроцессором в каких играх можете написать комментариях переходим к тесту камеры поехали так смотрим настройки на редми ноут 7 перед тем как перейти к тесту камер настройки такие же все на максимум и текстуры как видите также на максимум а теперь оценим работу камеры без моих софтбоксов и так сделаем несколько снимков и напомню все оригиналы фото и видео вы найдете моей группе вконтакте можно скачать и посмотреть оригинал и скому интересно далее вам предлагаю посмотреть небольшое сравнение фото и видеосъемки приятного просмотра поехали фото и фото и фото и фото и фото и запись видео формате full hd запись видео формате full hd 60 кадров в секунду надеюсь вам понравилось сравнение фото и видео съемки теперь можем подвести итог выскажу свое мнение о моделях и скажу свое мнение какую из данных моделей на сегодняшний день лучше приобрести начнем с редми ноут 7 начну с плюсов пожалуй это автономность далее хорошие камеры также плюсом можно наверно отнести вход под наушники три с половиной миллиметра как всегда в данном случае мы говорим аллилуйя братья и сестры ну и наверное так же давайте плюсом отнесем то что в комплекте есть какой-никакой силиконовый бампер ну или чехол кому как удобно так и называйте ну и теперь наверно к минусам первый минус это корпус данном случае он пластиковый далее звук чуть-чуть он уступает мейзу 15 по минусам это все если вам есть что добавить так же напишите свое мнение в комментариях теперь перейдем к мейзу 15 также начнем с плюсов достаточно хорошая камера опять-таки к плюсам вход под наушники три с половиной джек стоп хватит аллилуйя уже также плюсом отнесем достаточно хороший стерео звук ну и наверное последний плюс но не последний по значимости это корпус из металла переходим к минусам конечно же первый главный минус на мой взгляд здесь автономность ну и наверно к минусам можно отнести скудную комплектацию здесь все-таки к сожалению бампера нету в общем и целом вот такое сложилось у меня мнение об обеих моделях если вам все же интересно чтобы выбрал я из данных моделей я бы выбрал наверное все-таки redmi note 7 напомню ссылки где можно приобрести обе модели находятся ниже в описании ну и теперь давайте наверно посмотрим какой заряд аккумулятора остался и скажу несколько слов об автономности и так смотрим на redmi note 7 заряд аккумулятора 47 процентов и на meizu 15 заряд аккумулятора 42 процента что касается автономности за четыре дня использования данных смартфонов что я могу сказать использовались они у меня достаточно активно использовались в основном для просмотра роликов на ютюбе просмотр фильмов сериалов немного игр redmi держал примерно 14-15 часов в сутки meizu 15 в таких же условиях выдерживал примерно 9-11 часов в сутки не забывайте подписаться на канал чтобы не пропустить новый обзор спасибо всем кто досмотрел данный ролик до конца ну а я с вами буду прощаться но ненадолго всем пока друзья до встречи